Добрый вечер, приветствую Новосит онлайн и сегодня попробуем не растягивать на час обзор и компактно чтобы вас не задерживать. Интересная была неделя и в принципе что ожидалось получилось, неплохие были по S&P ударные дни причем с хорошим открытым интересом и дельтой. На следующей неделе из важных событий которые я бы выделил и порекомендовал бы аккуратно в эти дни торговать это достаточно такое знаменательное событие в один и тот же день вернее в одну и ту же неделю отчитываются США по процентной ставке, Британия по процентной ставке и Российская Федерация в пятницу по процентной ставке будут три отчета вот аналитики планируют что все оставят на том же уровне а это 10 процентов Российская Федерация 0.25 у Британии и процентная ставка 0.75 у штатов также будет фомка в среду в общем среда четверг пятница будут такие ударные дни я думаю начнется шевелиться рынок после гуляний трампа ну и по сути запасы сырой нефти из таких еще знаменательных и Канада с ВВП отчитается по другим но таких прям сильнее чем те которые назвал ну разве что только новый год по лунному календарю в Китае вот это конечно количество безработных совсем забыл в ВВП по Канаде в понедельник и количество безработных в Германии также в понедельник интересный будет доклад банка японии о перспективах экономики ну я думаю ничего нового не придумали пока все пользуются стареньким капиталом королем маркса и по сути ничего из концепции не изменилось поэтому что они там будут за перспективами засчитывать неизвестно я думаю ничего интересного так ну в общем employment в пятницу еще по 3 числа jobless claims 2 кроме процентной ставки и ну в общем то и все вот собственно самые жаркие дни 3-4 пятница вполне ожидаемая волатильность я думаю что очень ожидаемая волатильность те кто уже в позициях пусть будет прибыль на вашей стороне и тренд продолжится по направлению сделки те кто будет искать позицию это лучше сделать наверное понедельник вторник крайний срок в среду либо же после уже процентных ставок на следующей неделе то есть во время этих торговых сессий волатильность может быть абсолютно непредсказуемым ну в общем аккуратнее идем дальше с н пи с н пи в общем то по текущему контракту если брать почти добрались до двадцати трех и по профилю сейчас мы посмотрим на это у нас евре к нам нужен и сын и поэтому поставьте в смартфоны напоминание что вот такие вот события будут на неделе и вот у нас контракт это подгрузился за мартовский и по сн пир ликвидность на максимумах как видите не особо последние две сессии дельта конечно было интересно и но вот эти две ударные сессии им пришлось фактически пробивать коридор который не особо еще не привыкли еще по этим ценам работать значит на прошлой неделе мы уделяли уровне контрольные сопротивления в один день они их прошли даже не останавливались особо ликвидность по неделе также вот на эти сессии была из не слабая и вот 4 5 немножко уже под угас актив беда был и пи сейчас мы за неделю переключим за неделю среда 22 79 ну я бы выделил другой уровень по справедливой цене тут за контракт если брать лучше конечно и за месяц включить вот да чем дольше период тем ближе к максимальным ценам так выделим синим цветом ядро контракта 22 57 ориентируемся на этот коридор относительно полярности и обратите внимание топовая дельта причем не особо большая разница между ними две одинаковые потолкованные сессии по высоте значит 23 22 доллара каждая торговая сессия на 1 доллар только изменилась четверг пятница по 11 долларов высота ну в общем как видите достаточно часто в этом контракте по два-три дня они даже не меняют руки фактически то есть по той же самой схеме работают вот одинаковые две сессии ну это в этом контракте частенько такое прошлом тоже можно было заметить далее что еще хотелось выделить ну 2300 как-то несколько лет назад на волосы онлайн был гость и сказала что если будет именно к этой цене идти а потом завалится про японию забыл а как 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 это я мог забыть про японию хорошо что поправили странно в этом календаре и нет в этой наставке по японии пресс-конференции сказал а я процентаж странненько но спасибо что заметили и поправили так бы никто не знал что будет процентная ставка по японии ну в общем ударная неделя будет и можно коробка хороший тренд увидеть начало тренда принципе если будет разворачиваться сын пито площадка 2257 2270 это вот прям ставим alert вот так первая контрольная точка 2280 потом и 20 82 все это подход к ядру ставим на 22 23 02 alert на пробитие макушки потолка вот и в принципе ждем даже сегодня мы вернее сегодня да все правильно почему не подсвечивает вот ну а нулевая дельта переводов нулевая дельта ну в принципе тогда объяснил то что я сначала подумал что уже на покупки перед передащили общую ликвидность по открытому интересу как раз вот эти три сессии были на открытии позиции то есть они увеличивали позиции и все эти три сессии были как раз на байерах точно такая же как здесь вот такой вот маневр можно делать двумя гистограммами сразу видеть открытый интерес был на байерах на селлерах и открывали закрывали комбинация такой информации достаточно проще и быстрее помогает рассчитать с какими уровнями работы с какими нет и базовый ключевой такой уровень в этом контракте на поддержку это вот эти вот такие достаточно аномальные ликвидные цены прошли 22 45 22 37 саппорт ну потолок я думаю тут психологический тяжело дальше покупать банки считались вроде как нормально ну я думаю это как раз отчетность была за уши потянута и в принципе специально запланированная отчетность всех практически притык просто вот вот реально у всех пару банков чуть-чуть немножко запачкали красным отчетом а так все в основном зеленые и прям вот чуть-чуть совсем чуть чуть больше чем предыдущий отчет так это у нас ситуация за текущую неделю посмотрим сейчас как в какое время начали пробивать уровень вот у нас пунктирная линия там пересечении недель заканчивается прошлое и вот начался понедельник видовые переключу сейчас он сейчас пока не нужен вот мы увидим достаточно интересное сопротивление 22 69 сняли стопа и вроде собрались уже на поход на юг и причем сбросили обе команды видите он от всех этих и других сбросили проверили и байеров и сейлеров сняли все как положено и ушли причем уходят у них уже либо фантазия закончилась постоянно вот так уходит рывок висят на потолке а потом закрываются там мы с этой же сессии даже не возвращаются то есть не дают никому зайти абсолютно никаких коррекций ничего не происходит просто импульс зависли опять импульс так достаточно трудно таких активистов так вполне может еще удержаться коридор поддержки тут он из нескольких уровней состоит 22 88 с половиной по 22 90 с половиной это в большей степени вот этот уровень который отработали ну фактически прошли почти плотность по селерам здесь я думаю очень заметно стоит выявить тут прям 96 и по 99 смело можно ставить и мониторить его на предмет сдерживание покупок так открытие и закрытие по ликвидности идентичны пока вот пятница не закрылась но практически все сессии даже иногда было закрытие больше по ликвидности чем открытие ну что говорит о том что интернете чеки постоянно выходят потому что боятся разворота то есть фиксируется обязательно промежуточная дозагрузка вот здесь выделяем и в принципе можно переходить на ртс возможно у вас есть какие-то данные о каких-то событиях на следующей неделе кроме экономического календаря делитесь в чате интересные моменты можно будет даже озвучить для зрителей которые не смогли попасть вот так же в среду возможно будет открытый вебинар я думаю анонс уже в понедельник будет висеть получится он ну состоится он или нет так что в рассылке ждите ну и будет рассылка вот этой записи фолцит унайт с полезными материалами видео книгой и разными полезными информационными блоками так берем ядро выделяем как видите ядро цветочное на максимуме недели то есть нет по центру не минимум а непосредственно вот эти две с полной сессии сформировали такой достаточно интересный блок и по дням дельта пришлась вот такая это кумулятивная дельта по торговым сессиям набирали очень агрессивно набирали покупки и на следующий день идентично здесь же придерживается покупок но уже не так агрессивно как и здесь мы видели по ликвидности что там как раз и ликвидность упала в эти торговые сессии нет пока притока крупного инвестора и видите уровень от поддержки как раз такой знаменательный если его будут удерживать 20 85 то огромные шансы в пробить 23 2 0 и либо же уходим под волатильность могут если подымать процентной ставки могут уйти и ниже этой недели то есть две ударные сессии мы видели по 23 доллара движения и это еще не весь предел могут и 40 долларов сделать день при такой волатильности так ртс 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 вкопался на сайте моёкс разную документацию по ордерам и все такое всяким шлюзом и в попал на маркет мейкер отдел там условия договора и все такое и был там интересный блок информация о открытых позициях участников рынка вкас честная абсолютно не интересуюсь личностью как с именем трамп это ну лицо просто чтобы было как говорится, что его обсуждать. Вряд ли он что-то разумное будет делать. Он будет делать то, что ему скажут банки, которые его проинвестировали, поставили на это место. Вот и, в принципе, весь трамп. Ничего хорошего и полезного вряд ли он будет делать. Нет у меня особо такой расположенности. Он вырос в достатке, он рос в достатке и ничего кроме достатка ему не нужно. Абсолютно, я думаю. Вряд ли там есть какие-то даже намеки на человечность. Так, продолжим. Так, подгрузился РТС. Окей. Текущий контракт выглядит вот так. Давайте сейчас мы постепенно все будем добавлять, чтобы не сразу много информации было. и обратим внимание на ликвидность. У нас было 700 тонн. Это 11-го. И сегодня тоже 700 тонн ликвидности. Оборот за сессию. Максимальный оборот был первого дня мартовского контракта. Более 800 тонн. Сейчас скажу точно. 830. Сейчас мы уберем немножко классер сайз. Немножко мешает. Вот. И VWP мы, естественно, отключим. В принципе, VWP используют правильнее на дневном таймфрейме, ну, внутри сессии. Это так, для ориентирования. позиционированием. И так, достаточно так интересно удержали 114-ю. Прям вот с нее и ушли. С прошлой недели. Причем, супер дельты на покупку не 20-го, не 19-го мы не заметили. Вот. А вот с понедельника две сессии сразу же ушли и сегодня. Ну, показывает 45 тысяч контрактов. Это дельта. Это не ликвидность. Ну, как видите, топовая за весь контракт. Топовая дельта. И ядро мы выделим сейчас по коридору объема 112-400 114-100 Вот. Защита произошла. И реверсивная сессия тут уже посмотрим сейчас по открытому интересу. Да. Открывали позиции. Как видите, дельта на этой сессии совпала с покупками. Ну, давайте выделим тогда поддержка 115-15-500 аккуратно. Это хорошо. И потом начали здесь добрасывать промежуточная поддержка. Тут массив такой неплохой. 117-850-118. Это один из уровней, которые могут на коррекции защищать. Следующий уже 116-700-116-900. Потом 115-е. Ну, у нас такой момент ключевой. Максимум сегодня ну, не сделали новый максимум, но, по крайней мере, тестируют. 120-е уже была почти. И ее не смогли осилить. Три сессии идет на вор позиций. Приток с получился у нас почти 570-ти тысяч до 630-ти. Ну, на 60-ть тысяч увеличилось. Так вот, не досказал на на сайте МЭКС там интересный раздел есть информация о количестве открытых позиций на покупку и на продажу, сколько участников, сколько юридических лиц, сколько частных трейдеров, количество сделок, такая интересная статистическая информация за день. Там можно за месяц посмотреть. Вот так. Вот так что поглядывайте достаточно интересные данные. Надо будет как-то скопироваться, чтобы и эти данные нам транслировали. Тогда мы это все классно сможем интерпретировать прямо в график. Так, вполне может коррекция остановиться и на 118, и на 116. Это будет зависеть от волатильности на следующей неделе, но волатильность абсолютно не смотрит за уровнями. Она формируется ажиотажным методом и там четко спланировать, что отработают ту или иную точку, практически не поддается дрессировке, поэтому волатильность мы стараемся избегать. Вот. Итак, по ликвидности подытожим. Три сессии набирают ликвидность как раз на рост, это хороший показатель для возможного продолжения роста. В пятницу рывок до 120 и она подтверждается и открытым интересом и дельтой. Уровни поддержки выделили, сопротивление чисто психологически 120 и возможное движение нефти не направлено ну, не на рост. Далее. А, еще хотел вас проинформировать интересную информацию нашел за последние две недели какие появились инструменты новые на бирже Moex. а вот там появился какой-то другой бренд кажется поставочный и юань к рублю если не ошибаюсь вот фьючерс на контракт юань к рублю и пока не успел его еще рассмотреть есть спецификации контракта все как положено но можно наблюдать за трампом полгода то же самое закономерность нестабильная получше ну да ладно по-разному анализируется разными трейдерами подход разный поэтому сейчас пока в 20 не будем вот такие выводы по ртс поэтому поддельник вторник если будет коррекция можно попробовать поработать с этими уровнями поддержки дальше уже будем смотреть по показателям по критериям по данным которые будут уже поддельник вторник в среду аккуратненько вечером просматриваем волатильность и в четверг пятницу тоже осторожненько с процентными ставками в принципе если их не будут менять не повышать не понижать и так все оставят ну причины у фондового рынка штатов падать не будет просто соответственно зеленый свет опять инфляцией мыльному пузырю программа продолжается и дальше будут кидывать это все дело финансовый маркет рубль он же сию он же сишка он же спот томик и так зона стоимости этого контракта что ни на есть фундаментальная информация у нас к сожалению нет сот отчетов таких детальных как хотелось бы и хотелось бы конечно чтобы крупные операторы почаще отчитывали за свои позиции было бы куда интереснее чем раз в неделю так так это такие основные массивы уровни выделяю по ликвидности и обратите внимание что по текущему контракту практически вся ликвидность сейчас уже раз два три четыре четыре недели стоит в коридоре 60 61 практически 61 60 680 то есть либо мы ждем какого-то подтверждающего триггера и тогда начнется либо разворотец либо очень мощный удар вниз сейчас посмотрим по дельте какая активность эта неделя была 5 сессий вернее 4 сессии из 5 за продавцами открытый интерес на фоне рос причем одна только сессия но она не сильно потеряла то есть де-факто растет открытый интерес с начала января открывают позиции и открывают прибавляют дельта по этому коридору времени как раз просмотрим сейчас по кумулятивной ну как видите потихонечку на прошлой неделе немножко селеры тащили на себя одеяло и понедельник тормяк среда как раз у них очень неплохо получилось единственного четверг поправил ситуацию смотрим спот как там ситуация это она не «läевая «эйвы» и «эйвы» «лэйвэ» «эйвы» гиджонарь Здесь также ликвидность по ценовому диапазону плотно так уже концентрируется фактически 59.1, 59.40, коридорчик три недели неплохо так стоят ликвидность тоже увеличивается обороты все растут и растут как и сама волатильность но это ожидаемо чем больше ликвидности тем больше вероятность волатильности далее по массивам еще 68 по 61.2 пока его отметим в качестве возможного сопротивления прямо уж так плотно каждую цену здесь отстояли протестировали раз и больше туда мы не возвращались могут закрыть в коридоре вот 61.2 по 59.2 и там до марта и останутся ликвидность начинает расти открытый интерес растет эта концентрация в ликвидности скоро даст выход из этого коридора так точно по дельте пятницу вот здесь 170 тонн бросили примерно такую же дельту показывали 4 числа после этого ушла еще раз сессия еще сильнее и пока вот этот уровень не пробили еще поэтому вполне может быть идентичная ситуация причем сценарий похоже очень резкий выстрел на рост по дельте то же самое было четверг и обратная динамика на мощной дельте на продажу то есть сценарий ну там видимо молодежи мало в управляющих органах то же самое повторили просто сценарий поэтому вполне можно ждать в понедельник еще одну сессию с продажами причем разворачивали на сто двадцати двух тысячах сейчас 170 ликвидность тоже может быть идентичная сейчас посмотрим здесь три здесь шесть два раза больше здесь 4 8 и здесь полтора абсолютно в два раза больше ликвидности и отметим вот эти уровни как возможный коридор сопротивления 60 по 60 25 чисто спекулятивные на понедельник вторник там до среды до волатильности вот здесь так неплохо поработали продавцы причем сейчас помню какую акцию мы смотрели с ребятами на смартфоне трейдинг а сбер и газпром там неплохо покупки тоже идентично паковали сейчас мы их тоже за затронем так вот там прям по одной цене могли целый день раз пять подряд по одной ту же цене там через час через два часа опять одна и та же цена покупки по акциям так интересно проходит в отличие от фьючерсов ну еще раз скажу что по сложности в торговле стаки легче чем фьючерсом там техничные работают все не такая грязная дельта не так смазанные уровни там более чище если заходит крупный игрок то он заходит там все все понятно так ну в общем вот такая ситуация по томику похоже сценарию перед движением на шорт и на рубле сейчас эту же активность попробуем найти так вот у нас 138 наверх и ну здесь 98 и назад 78 тонн но здесь поменьше а вот она тоже самое до 69 и 180 здесь пока 70 80 ну такие же сценарий были здесь вот отличие спорта вот фьючерсом так в общем к аккумуляторам идем к зоне селлеров открытый интерес набирает соответственно вот этот массив который выделен 60 по 6 60 68 0 он достаточно приоритетный интересный так как здесь позиции открыты и набирает оборот соответственно уровень будут защищать и нужно дождаться расширения для надежного триггера то есть те кто с достаточно рисковым работают могут пробовать и экстремум выбрать но лучше дождаться с расширением то есть кто возьмет контроль тот и будет формировать тренд 61 862 140 сопротивлением выделим на всякий случай ну и 61 500 как такой психологически важный в огромный стакан я это не мы стакан делаем такой стакан и транслируются такие как они идут с биржи я думаю во первых это чтобы он не помещался на мониторе его невозможно было анализировать наверно из-за этого потому что на такие плотные стаканы можно спокойно разместить там два три четыре на мониторе и себе тейпить по ленте фактически но у нас можно абсолютно легко настроить сжать стакан и если вас не смущает сжатие стакана то есть не особо в тревожит то легко даже на рубле собственно вот у нас стакан это еврик видите аккуратный такой плотный стакан 5 наверх 5 вниз но если допустим брать еще шире как на рубле допустим там достаточно шире ну глубже видно ситуацию так это у нас 10 а если поставить единицу то стакан не поместится просто на монитор но в этом есть минус это неудобство анализа так как он волатильный и все сразу охватить взглядом сложно с другой стороны достаточно глубже вот вы видели еврик 5 наверх цен и 5 низ а здесь коридор намного шире то есть дальше зазоров стакана мы смотрим больше цен чем раньше ну вернее чем еврик у еврика уже здесь так он заканчивается пусть ему рубля еще угол коридор видно шире ну берете ставите 10 прайске а либо же 5 там вполне 4 подойдет и стакан абсолютно просто помещается на экране единственное что несколько тиков аккумулируется уже в один вот вам стакан проще точно также можете делать с другими инструментами там учитывайте только допуск в точности по уровням так как вы жали ну я жал в пять раз ценовой диапазон поэтому вот допуск надо примерно такое делать по уровням так и вот у нас еврик на самом деле должен быть почему евро открытый интерес за этот контракт стоит фактически на месте сейчас проверим ничего ли не поменялось 409 и стартанули с трехсот восьмидесяти шести не сильно агрессивно меняется настроение на рынке а вот сайлеры здесь грисе на себя ведут пять сессий из пяти на этой неделе были за победой сайлов плотная локация на максимуме неделю вот поняли только среда возьмем качество сопротивления и странным образом они не пробили минимум четверга удивительно причем дельта на продажу топовой да вот первая была 9 тонн видите ничего особого не произошло а тут 10 тоже ничего особого не произошло не расширили коридор скорее всего манипулятивная для этого еще нужно посмотреть сейчас франк и индекс доллара зато по дисбаланс перевеса здесь все все по-человечески еврик никогда не славился на таких крупных масштабах по частоте дельты а в такое время неподавно в общем все сложнее как видите расширять еврик на покупку и тут уже выдохлись на 0 750 расширили до 0 775 и уже развернулись по волатильности тоже немножко упали и тут останется дожидаться следующей неделе и увидеть будут ли менять процентные ставки банки либо же оставят на том же уровне могут поменять могут оставить дело такое мы же не знаем их решение она уже принято на самом деле ими но мы его не знаем поэтому нет смысла гадать и просто нужно дождаться отчеты посмотреть как будет там и и тогда уже действовать так ну вот такой вот равноудаленный восходящий канал вполне прощупывается возможность выхода за него как раз могут собрать стопики до 106 15 и потом по процентным ставкам уже будем ориентироваться ликвидность идет ровная классе классическая затишья перед штормом падает волатильность и ликвидность идет ровная индекс доллара посмотрим сейчас интересный 99 процентов без изменений или будет ставка 90 процентов я представляю если еле на звучит 99 процентная ставка так здесь тоже все хитро себя расторговка хитренькая очень такая интересная видите идет индекс доллара на по динамике на снижение и чем ниже тем меньше объем у них в оборот идет желающих уже по этим ценам не так уж и много поработать вот и четыре сессии из пяти на покупку такое было наверное только вот в начале одна неделя была и все больше не было так смотрим на ликвидность сегодня слабая остаемся сессия идентичная ровная так сопротивление берем сейчас на скейл посмотрим установил 10 windows этот администратор и постоянно все звучит то есть всякие сигнала подает как будто живая операционная система так ну в общем массив его просил убрать эти звуки но он не помнит ничего так сто один и два сто один и семь тут по массивности вот этой неделе плотно проторговали 53 982 и дельта здесь три сессии подряд было на шорт и плюс еще 5 января тоже так с выбросом стопорей произошла ситуация волатильность падает ликвидность падает и смотрим по дельте аномальной дельты на покупку таки нет то есть идет просто какая-то минимальная с минимальным перевесом пока не будет результатов это движение за сто один с половиной это до 100 1 800 верить в эти покупки сложно 6 с франк это как раз в комбинирование с евриком за корреляции то что ж такое пока привыкнешь вали Непонятно. Так, по франку обратите внимание, в ту же две с половиной недели не успокаиваются селлеры. Массивность очень плотная, как сформировали в районе первой. И эта неделя просто штиль. Абсолютный штиль, 4 сессии из 5 на продаже. И пятая, там вообще слабо прощупывается пульс. Поэтому флеты очень часто могут быть на валютном рынке, вот такие дельты отрицательные будут. Когда в ожидании чуда плотная котировка, судя по всему, крупный игрок не зашел еще на фьючерсный контракт по франку. Ожидаем его появления. Сейчас посмотрим, что там делается по открытым интересам. Ну, здесь подтверждаются мои слова. Буквально одна сессия. Какая-то вообще небольшая. Небольшой приток по открытым позициям по большей степени выходит. Вот, поэтому в 100, вернее, 1.005 и 1.001 коридор берем в качестве ядра текущей недели и один из важных уровней на следующую неделю. Тут идет уже по неделям фактически плита одна, потом идет вторая плита, третья на поддержку. Обратите внимание, вот это буквально небольшое отступление, симбиоз технического объемного анализа отлично работает и можете комбинировать, добавлять объем в технический анализ. Это только улучшит отбор уровней. Обратите внимание, плита, отработали ее, плита, протестили, плита, протестили и здесь уже фактически даже не расширяют, уже устали. То есть, вот так формируется равноудоленный канал, этими тестированиями предыдущей плиты. Я как-то описывал в одном обзоре принцип формирования равноудоленных каналов с точки зрения объема. Поэтому пробитие таких уровней, как уровень поддержки равноудоленного канала, если будете на очень повышенном объеме, тогда можно верить. Степень ликвидности увеличивает степень правдивости движения, то есть манипулятивное пробитие, либо же все-таки расширяют. Если расширяют конкретно, то расширяют с хорошим объемом. Если так прощупывают стопы, особо много капитала там вливать не будут. Ну, в общем, франк в ожидании, как видите. Давайте фунт уже захватим, посмотрим, как там англичане без Евросоюза себя чувствуют. Классно, люди приходят на Wall Street Online, находят друг друга, общаются, знакомятся. Это хорошо. Так, это хорошо. Так, 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 вот такой вот фунтец абсолютно интересно. Угу, вот оно че. Значит, прекратил рост открытого интереса еще на реверсивной точке фунтец. Фунтец с тех пор прошла в основном дельта на селере и ликвидность, как видите, держится плотно, но без сильных излишеств. Топовая была 238, 239 тысяч, это было 17 числа. Сегодня 61, ну и до 109. Причем, обратите внимание, две сессии, прям там разница, 300 контрактов буквально, 200 с копейками. Жуть, как одинаково участники торгуют. Ну, давайте посмотрим, что тут с уровнями. И уровни те же самые, видите. Итак, у нас есть плотный коридор 1258, вернее, 2575, по 26 это уровень агрессоров на... Вернее, не уровень, коридор агрессоров со стороны продавцов. Можно захватить и 26, 25, но более плотно и так хорошенько поторговая, как раз 75-26. Потом, 109 тонн, 24-го числа. Вот коридорчик. В принципе, если легко пройдут этот уровень, не будут особо останавливаться. Это подтвердит предположение, что это цепочка ликвидности, просто ее разбросали уже по нескольким дням. Очень. 95, видите, почти 95, и тут 95. Тут 1000 разница. Вторник и четверг одинаковые по ликвидности. Среда, если не ошибаюсь, да. Не, не, это вторник, среда одинаковые по ликвидности. Понедельник, четверг одинаковые по ликвидности. И в семье не без красавцев 61 тонна в пятницу. Британия уже сидит в пабах, смотрит футбол, скорее всего. Поэтому тут так мало ликвидности. Это они любят. Это они любят. Так что, что музыкальный такой. Уровень поддержки 22.70 и 23. Тут есть дисбаланс хороший. Три раза подтвердил себя уровень. Топ ликвидности пришелся, опять же, на 17 число. И второй по ликвидности 192 тонны 11.00. Первая. Тут плотненько, как видите, по дисбалансу. 22 мы выделим в качестве поддержки. И ориентируйтесь в дальнейшем на этот уровень. Так, вот у нас сетка уровней. Тут стоит выделить еще небольшой такой актив. 23.85, 24.25. Так, по заявкам выполнил вроде все. Друзья, к сожалению, нет времени сегодня. Я запишу проверить корреляцию. Мне больше сейчас из валютного сектора интересно. Любая фьючерсная поток данных с биржи Moex, либо же шанхайской биржи, либо CME, если будет фьючерсный контракт хороший, ликвидный. Именно юань китайский. Вот на нем бы я немножко проверил бы старые стратегии. Так, все, с валютами на сегодня все. Нефть. Нефть, она же CL. Она же бренд. Подскажите, у кого-то из присутствующих есть автомобиль, который на батарее ездит? Там не обязательно Tesla, есть более такие приземленные машины. Никто не ездит на автомобиле на аккумуляторах. Ну, не гибриды, а именно вот чистые аккумуляторы. Как зимой вообще они выживают? Обратите внимание на котировку пятницы. Если взять за основу базовые, основные расширения каждой сессии, то у нас понедельник, модель почти реверсивная, полуреверсивная во вторник. Коварно всех бросили, еще раз вернулись в среду. То есть пытаются якобы дальше на рост формировать график. И вся ликвидность на максимуме площадку формирует на шорт. И вот такие вот зигзаги прям до 52.65. Вряд ли. В понедельник мы увидим резкий рост. При такой... Ну, сейчас посмотрим открытый интерес. Пока не посмотрел, надо глянуть. Так, CL. Ликвидность у нас идет ровненько. Ровненько. И смотрим открытый интерес. Ай-яй-яй. Чё-то набрали и потом вот идет сброс. По сути сбросили вот этих селлеров. Кто здесь продавал, в принципе, вот. Вполне могли именно их и скинуть. А потом сразу же после преступления скрыться где-нибудь подальше. Финансовое убийство. 52.30, 52.50. Сессия открывали чуть-чуть позиции. Дельта была. Сейчас проверим. Совпадает. Дельта еще и на покупку. В общем, уровень даже протестили несколько раз. Следим за ним. Протестили раз. Протестили два. Протестили три. Четвертый подход, конечно, нежелательный. Чем чаще подходят к уровню, тем вероятнее, что его забьют все-таки. Ну, в общем, зато есть информация и я вас предупредил. Попытки все. Вот две сессии пытались купить. Тут две сессии пытаются покупать. Тут якобы пытались что-то купить. Они все заканчиваются плитой, которая не двигается. Два дня постояли. Третий идет выбрасывать стопори. Поэтому тут закономерность прям напрашивается. Ну, в общем-то, смотрим. Осилит 52-й, аль не осилит. И можно ставить триггер прямо на 51.75 и 54.25. Это по CL. Да, да, CL бренд сейчас. Напомню, что в среду там еще и петролиум по запасам сырой нефти. Так, это ситуация. Такая же идентичная модель расторговки сегодня и на бренд. Стиль тот же коварный ниндзя. То есть, такой прям в огромной спешке падает вниз. Плита ушли, плита ушли. Ну, плита такая большая. Если падают, то меньше времени просто плиты формируют. То есть, тут была баталия чуть затяжная. Видите, тут байра даже есть. Поэтому тут как-то многоуровневый сброс топорей вполне может получиться. Может, 2400 сразу вылетело. Так, по открытому интересу сейчас проверим, что тут гадать. Так, а здесь прям вот набирают позиции с 23 числа. Накладываем дельту. 4 из 5 сессий на покупку на бренд и растет открытый интерес. Судя по всему могут хеджироваться. Не забывайте. Сейчас посмотрим Газпром. Я как им мешал. И в основном. И, в основном, Так, а здесь у нас счастливый обладатель 500 тысяч акций, тут по 96, 50. По Газпрому, самый минимум, красавцы. Так, здесь три сессии сражались за покупки, пока вот довелось до 154 толкнуть. Аль что-то знает, Аль чисто коррелируется с нефтянкой. До этого, до 25 числа, с 11 не прекращалась атака селлеров, тут прям каждая сессия заканчивалась победой за ними. За этот период, который выделен, 155, 158, эти цены чаще всего посещали мысли крупных инвесторов, а еще чаще всего 157 фигурировала в списке самых интересных цен в тот момент. И выделяем еще массивность 149, 150,5, там ликвидности меньше, но очень концентрированный уровень уже второй раз появляет. Так, смотрим по объему, объем бывало и лучше, но уже тот сам факт, что вот здесь на ликвидности остановили маркет, и тут потихонечку подталкивают на дельте неплохой, то по Газпрому статус такая, сейчас мы раз нефть, быстренько захватим. А, я ее не настраивал, ну ладно, сейчас попробуем быстро настроить, если вы не против, сейчас буквально пару маневров, тоже видите, ликвидная сессия сегодня, прям три восьмерки сделали. Ну ладно, 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 ладно. Ну ладно, 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 ладно. Так, все, более-менее настроил. Так, разворотец был на оборотах в полмиллиона, рост у нас видно было даже лям один раз, и сегодня три восьмерки, причем дельта, сейчас посмотрим, за байерами почти 100 тонн перевес за покупателями. С 20-го числа Роснефть здесь аккуратненько прикупили, и мы уже видим отметку 402. как видите, плотно проторговали весь коридор вокруг ПОК цены, ну и зона стоимости там же, так как они здесь очень много времени проводили. С точки зрения технического анализа, фактически до завершилась модель голова и плечи, сейчас якобы идет пробитие линии шеи, ну, желательный угол наклона в обратном направлении. Так, в принципе, выделили все. Ну, посмотрим, как 405 они осилят, получится вообще это сделать или нет, или будем корректироваться опять до 398 золота. А, Сбер, Сбер, давайте Сбер еще в довесах, чтобы была более интересна картина. Так, тоже СА, вот этот матовский квартал. Значит, на Сберии лихо шортили в конце декабря. Две сессии одинаковая дельта, ну, это прям безумие какое-то. Ну, ладно, объем совпал. То дельта уже совпадает. Три сессии подряд здесь люкиность одинаковая. В общем, судя по всему, видите, все шортовые сценарии, они все отпечатываются одинаково. Три шестерки, 165. Это не совпадение. Так и есть. На 165 неплохо тут разошел. Ну, в общем, на этой неделе из пяти сессий, три на покупку. Мы уже оказались на 179. Дальше осталось дело за малым. Ликвидность идет в сопровождении чуть повышенная, не аномальная. Видимо, осторожно присматриваются к текущей динамике. И пока вот такая картина. Через сессию поступает дельта на покупку. Уровень защитили. Видимо, был приказ 165 не отпустить. И вот толкнули быстро. Раз, два, три, четыре, пять сессий подряд. Идет лихая такая активность на север. Север золота. Ну, тут шортят. Вся неделя, каждый день все хуже и хуже. Прошлая неделя даже не дали. Ну, буквально в понедельник там чуть-чуть. Массив так и все-таки устояли на максимуме, который был. Вот эти две верхушки. 12-15 по 12-18 с половиной ставим сопротивление. Важный уровень. И вот здесь топовая дельта была в среду. Коридор 1, 12-02, 12-04. И второй коридор, 198-я плюс-минус. Это сопротивление. Ну, до загрузка. Не особо много желающих в этом шорте участвовать. Ликвидность немножко падает. И, ну, в среднем за неделю ликвидность 2, даже 3, даже 4 недели подряд идет очень близко к идентичной. Очень. В принципе, как и волатильность. Более структурный график стал. Золото обычно такое коварное по волатильности. И это размашистое было раньше, по крайней мере. Сейчас, видите, аккуратненько. Два дня постояли в коридоре, ушли. Два дня постояли, ушли. Третий день стоят. Итак, шорт идет у нас пятый день подряд. Второй, третий, четвертый, пятый. Пятый день подряд идет у нас шорт. Так, этот контракт был на рост. На рост у нас идет закономерность 3,4. И останавливается. Ну, падает ликвидность. Дельта растет. Может, из-за шляки до крупной. Но уровня выделить и фиксировать без этого никак. Если мы увидим, что там не пускают на 198. Прямо, может, защита такая стоит. Тогда уже есть шансы. В принципе, если нефть начнет дорожать, то для золота есть мотив. Развернуться. А так, в принципе, почему бы и нет. Следующая ступень у нас 165 по 158. И вот тут байеры прям по самому низам затарились. 172, 176. Три сессии. Видите, прям по низам бьют. Ну, в общем, сетка у вас есть. Подумайте тем, что мы просмотрели. Спасибо, что в этот вечер, в пятницу, уделили время и пришли на обзор. Встретимся в следующую пятницу. Если был обзор полезен, ставьте везде, где только можно, вл.сет онлайн лайки. И вам хороших выходных, теплых выходных и попутного тренда на следующей неделе. До пятницы в 20.00. Опять же, по этой ссылке всех жду. Буду рад всех видеть. Всего вам лучшего. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok